О земельной и пенсионной реформах говорил сегодня и лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. Как он утверждает, идут торги и МВФ выдвигает собственные условия по этим вопросам. Политик сообщил, что зарегистрировал проект постановления с требованием к правительству прекратить антиукраинскую политику. Первый партнер для них не украинский народ, а международный валютный фонд. Никто из народных депутатов в очи не видел закону про так званую пенсионную реформу и земельную реформу. Что будет в таких требованиях абсолютно понятно. Заморожение пенсии, увеличение пенсионного века и глобальная международная торговля украинской земли. Если уряд и голубая коалиция вместе с Ляшком, Яценюком и другими политиками в парламенте не изменит этот антиукраинский курс, мы в конце концов будем втрачать украинскую землю и самое страшное, мы получим результаты геноциду с боку МВФ над нашими дорогими пенсионерами.